Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft! Вам так понравился топ-10 лучших песен коллектива Юрая Хип, что я решил продолжить эту рубрику. Сегодня у нас топ-10 лучших песен основателей и королей хард-рока Deep Purple. В отличие от Юрая Хип, на мой взгляд, здесь будет гораздо меньше сюрпризов, но 1-2 вполне возможно. Номер 10. Perfect Strangers. 1984 год с альбома одноименного Perfect Strangers. Это композиция авторства Blackmore'а, Гиллана и Гловера. Для меня композиция Perfect Strangers это синоним возвращения Deep Purple в золотом составе МК-2, который называется. Вообще, в принципе, Deep Purple 80-х это фирменный Deep Purple, вот этот золотой состав, но уже пропущенный через призму того, чем занимался Ричи после ухода из Deep Purple, то есть через призму Rainbow. Здесь есть абсолютно все, за что мы любим золотой состав в Deep Purple, все музыкальное мастерство состава, но, однако, абсолютно отовсюду видны уши Rainbow. Даже вот в этом кочевом рифе... Даже здесь чувствуется огромное влияние материала Rainbow, огромное влияние той музыки, которой Ричи больше хотел заниматься, истинно ричевской музыкой, скажем так, истинно Blackmore'овским хард-роком. Да, безусловно, Гиллан за это время уже прошел через тоже сольное творчество. Да, Гиллан уже не тот, уже можно сказать, что в 84-м он был не тот, но он все еще неплох. Если вот так в совокупности смотреть, то каждый участник привнес, вот каждый автор, в первую очередь, привнес того, чем он занимался в других проектах за время отсутствия Deep Purple как коллектива. То есть Гиллан — это группа Гиллан, и Blackmore' и Glover' — это Rainbow. Ну и вообще Ричи Blackmore, в первую очередь, грамотно прогрессировал в своем хард-роке, и Perfect Strangers — это именно то, как должен звучать Deep Purple в 80-х. То есть прогресс шел от изобретения хард-рока через Rainbow и вот именно к этому саунду в 80-х. Это, с одной стороны, это и классический хард-рок, где Purple — тот, который они изобрели. С другой стороны, это уже хард-рок в 80-х. Это звук в 80-х. И это получено именно с помощью вот этой эволюции хард-рока через Rainbow в том числе. Номер 9. Blind. 1969 год. Одноименный альбом Deep Purple. Последний альбом с Ником Симпером и Родом Эвансом. По факту это то, что называется МК-1. Да, я очень уважаю период творчества с Эвансом, Райни Deep Purple. Это была бы очень хорошая группа. Если бы так все бы и осталось, это была бы очень хорошая группа. Чисто группа стилистически из конца 60-х. Да, но они были бы одни из. Так что вот эта вот, та самая эволюция Blackmore в настоящий хард-рок, то, что стало настоящим хард-роком, она абсолютно логична и правильна. Однако, Райни Deep Purple — это другая группа, но также очень высокого уровня. Это композиция авторства Джона Лорда, исключительно Джона Лорда. И эта вещь прекрасно олицетворяет Deep Purple, вот ранний Deep Purple первых трех альбомов. Я считаю, что идеально олицетворяет. И также показывает, что в тот момент это была группа не только Ричи Blackmore, но на равных правах Ричи Blackmore и Джона Лорда. И безусловно, Deep Purple никогда не были группой только Ричи Blackmore, но влияние Ричи Blackmore, начиная с In-Rock, усилилось. Здесь же видно равноправие, ощущается равноправие. Разумеется, это блюз-рок с налетом психоделичности. Blackmore в тот момент, очевидно, это заметно на всех ранних альбомах Deep Purple, явно угорал от Эрика Клэптона, потому что, ну, я не знаю, насколько он в этом часто признавался, но очевидно слышно, что это гитара, звучащая под вдохновением от группы Cream. А если брать мелодически, то целиком и полностью, что Blackmore, что Lord, они явно тащились от The Beatles, безусловно. И на самом деле, хард-рок-то так, по чуть-чуть, начал проявляться у Deep Purple и на ранних альбомах. Но вот именно эта песня, по мне, наиболее отстворяет тот период, все потому, что здесь никакого харда нету. Все-таки на ранних альбомах Deep Purple еще не были хард-рок-группой. И если вы хотите увидеть лицо именно первого состава, то это именно саунд композиции Blind. Ну и также отмечу здесь великолепную партию Яна Бейса на барабанах, потому что если Lord, он еще здесь растет, как музыкант, то Бейс явно уже вырос. Номер 8. Wasted Sunsets. 1984 год. Снова альбом Perfect Strangers. Это единственный альбом у нас в нашем топе, который представлен аж двумя композициями. Как и большинство композиций на альбоме Perfect Strangers, эту песню написали Blackmore, Гиллан и Гловер снова. Это великолепная блюз-рок-баллада. Ей место как и в 70-х, так и в 80-х и даже в 90-х. На самом деле, да, такую композицию могли бы записать большое количество коллективов. И она не уникальна в таком ключе. Но если смотреть с другой точки зрения, то какая разница, она же великолепна. Разумеется, влияние Rainbow здесь еще сильнее, чем в конце Perfect Strangers. Потому что вот такими балладами Blackmore начал заниматься, ну, вот прямо так вот серьезно заниматься именно в составе Rainbow, еще начиная с первой пластинки с Дио. Работа самого Blackmore здесь на уровне самых лучших баллад тех самых Rainbow. Ну и отмечу Гиллана, который все еще показывает, что может. Он старается, превозмогает и в итоге покоряет слушателя. Уважаемые подписчики и гости нашего канала, среди вас есть молодой, но уже профессиональный художник, друг нашего канала. По ссылочке в описании на социальную сеть ВКонтакте вы можете ознакомиться с его работами. Это все авторские работы с собственным своеобразным видением. Он работает в разнообразных жанрах. Натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетный. В традиционной технике. Масло, акварель, акрил, гризаль. Если после ознакомления кого-то из вас заинтересует уже готовой работы, то их можно приобрести. Если же интересно работать на заказ, то связывайтесь в личном сообщении и договаривайтесь, обсуждайте. Художник готов к сотрудничеству. В общем, переходите по ссылочке в описании видео в социальную сеть ВКонтакте. Знакомьтесь, наслаждайтесь, пишите. Номер 7. Smooth Dancer. 1973 год, альбом Who Do We Think We Are. Авторство во втором составе, в золотом составе Deep Purple приписывалось всем музыкантам группы, так что все пятеро являются авторами композиции Smooth Dancer. Я считаю, да, это не очевидная вещь, никак не очевидный хит Deep Purple. Многие ее не помнят, кто-то не знает, но если говорить о Dry Vity Purple, то Dry Vity Purple равно композиция Smooth Dancer. Что куплеты, что бридж, что припев, они отлично продолжают и развивают друг друга и несутся на всех парах. Ну, отличные риффы Blackmore и Lord в соло просто находится в экстазе. То есть, с одной стороны, Who Do We Think We Are – это самый невдохновенный альбом второго состава, золотого состава Deep Purple. С другой стороны, эта композиция – это явное исключение, потому что вот здесь я слышу энергию, я слышу, как здесь работает вся команда. Номер шесть. Soldier of Fortune, 1974 год, альбом Stormbringer. Авторы композиции – Blackmore и Coverdale. Coverdale вообще как бы пришел, по сути, ноунеймом, да, в коллектив, но влился настолько, что до сих пор исполняет те композиции, которые он пел в Deep Purple, потому что имеет на это право, потому что он их соавтор. И эта композиция – это вот то, как Blackmore начал заниматься рок-балладами еще до Rainbow. То есть вот они, одни из первых шагов. И, разумеется, большое влияние на эту композицию оказал, конечно, Coverdale. Ну, достаточно для этого послушать просто творчество сольное Coverdale, то есть группу Whitesnake. Вы поймете, откуда растут ноги у Whitesnake-овских баллад. Это нежнейшая, задумчивая композиция с великолепным, проникновенным вокалом Coverdale и такой же нежной, душевной гитарой Blackmore. И, кстати, обратите внимание, что именно вот отсюда, в принципе, начались акустические баллады Blackmore. То, что в итоге привело к нынешнему моменту, к нынешним временам, группе Blackmore's Night. Номер пять. The Battle Rages On. 1993 год с одноименного альбома The Battle Rages On. Это снова золотой состав Deep Purple, то есть это вот посредняя пластинка до ухода Ричи Блэкмара, который ушел прямо во время тура в поддержку альбома The Battle Rages On. То есть это МК-2, но авторами на The Battle Rages On значились не все участники, то есть в каких-то композициях все, в каких-то не все. Вот в этой композиции, как автор, не заявлен Роджер Гловер. Вообще, насколько я знаю, эта композиция еще из времен Rainbow, то есть Блэкмар не записал ее в Rainbow, но великолепный этот потрясающий риф, он уже придумал в те времена, просто не доработал, не доразвил эту тему до идеала. Эпичность этой композиции просто зашкаливает. При этом эта эпичность создается не за счет структуры, то есть вещь нормальной длины, вещь абсолютно обычной структуры. Она создается именно за счет вот этого звукового полета. По звуку, разумеется, это тот самый Дипепл, который появился на Perfect Strangers, и Гилан здесь уже, конечно, совсем плох как вокалист, и он прям очень сильно превозмогает. Но, с другой стороны, если исходить из посыла композиции, что мелодического, что текстового, то здесь это получается как будто бы Гилан ведет внутреннюю борьбу, и здесь это точно работает. Номер 4. Fireball. 1971 год с альбома Fireball. Авторы композиции, разумеется, весь золотой состав Дипепл, как это и должно быть. Кстати, я люблю говорить о хит-парадах. Если говорить о хит-парадах, то Fireball это самый главный хит из моего топа. Это 15 место Британии. Ну что тут можно отметить? Все знают эту вещь. Знаменитый заход в песню бесноватый драйв соло Гловера, переходящая в соло Лорда. Кстати, в этой композиции нету соло Блэкмара, что огромная редкость. При этом все это сделано, поскольку я всего уже компонентов перечислил, но все это сделано максимально емко. Ну и также, разумеется, угар пейса тоже не могу не отметить. То есть, как и Smooth Dance, это одна из вещей, которая просто олицетворяет хард-роковый драйв Дипепл. Эта песня не останавливается ни на секунду, это хард, который просто сметает вас. Ну и, разумеется, отличная концовка, выход из композиции. И вот здесь, я считаю, прямо лучшее применение того самого Бубна Гиллана, который он так любил на концертах и не всегда знал, как его правильно применить. Вот здесь он его применил точно правильно. Я слышал мнение, что эта композиция кому-то кажется сумбурной. Может быть, от этого она не становится менее крышеснощащей. Ну и Гиллана, разумеется, здесь в лучшей своей истошной форме, вот той самой, которую мы все любим, начиная с In-Rock, начиная с Jesus Christ Superstar. Давно не было минутки саморекламы. Грядет и наближается второй альбом нашего коллектива Cyberand Train Band. А пока что это событие не за горами. Переходите по ссылочке в описании на канал Cyberand Train Band. Там выложены все композиции, которые уже вышли в свет. Смотрите, оценивайте, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Также там представлены три сингла с того самого грядущего альбома. За счет этих синглов вы можете ознакомиться и примерно влиться в струю второго полноценного, полноформатного альбома Cyberand Train Band, который будет называться Too Alone. Однако там будет полно сюрпризов, и вот эти три вещи это лишь сингл-версии. Настоящий звук пластинки Too Alone вы сможете услышать только когда она выйдет в свет. Переходите по ссылочке в описании, наслаждайтесь. Номер три. Child and Time, 1970 год, альбом In Rock. Авторы. Полностью второй состав. Ну что можно говорить о Child and Time? Кто не знает этот клавишный риф, этот лаконичный текст, великолепную работу Гиллана, так близкую сердцу любого настоящего рокера. Ну и вот это вот быстрая, длинная соло, где идет перекличка гитары и Blackmore и Хамонда Лорда. Это быстрая соло в медленной композиции. Это вещи, это прием, который используют хардрокеры до сих пор, и никогда и металисты, никогда не устанут использовать. Особенно такой ход впечатлил южных рокеров. Южные рокеры вообще вот по этой теме. Сделать среднетемповую композицию или медленную, и играть быстрое соло до бесконечности, желательно ей вообще песню «Закончите, уехать в закат». До сих пор, по мне, эта композиция не устарела ни на каплю, до сих пор я чувствую ее свежесть, я чувствую ее энергию. И по мне, вот здесь как раз выглядит идеальным решением закольцевать композицию, а не сделать вот как те самые южные рокеры, например, делают, не закончить ее соло. Вот эта закольцованность, это просто идеальное решение. Номер два. Снова все авторы. Это Highway 100, 1972 год, с альбома Machine Head. Highway 100 – это идеальная классика быстрого хард-рока, где у обоих ведущих инструменталистов есть личные части для самовыражения, чтобы продемонстрировать свое вот именно сольное мастерство. Ну и при этом, разумеется, здесь нет никаких запилов ради запилов. Каждая соло, будь это гитарные, соло Blackmore или клавишные, лорда, они выверенные, они придуманные. Пусть Депепл на концертах считались потрясающими именно импровизаторами, отличным таким импровизационным составом, то на альбомах нет. Ричи такого бы не допустил. Ну, как минимум, на самых лучших классических альбомах здесь все выверено до ноты. Ну и вот здесь я особенно отмечу Ричи Блэкмара. На моей памяти это, наверное, самый быстрый Ричи или один из самых быстрых Ричи, которых я слышал. Ну, в общем, и в целом это одна из самых влиятельных песен тяжелого рока. Если вы хотите понимать, что такое хард-рок, вот просто вы не знаете, что такое хард-рок, поставьте мне одну песню хард-рока. Вот это одна песня хард-рока. Highway Star. Ну и номер первый. На самом деле я тут думал, что первое, что второе. Это Бёрн. Для меня Бёрн выше Highway Star. Совсем чуть-чуть. А мог бы быть Highway Star. Наверное, это может быть зависит от настроения. Это композиция, которая продолжает линию Machine Head, в смысле линию композиции Highway Star. Но это уже другой состав. Это Black Mark Overday, Lord Pace и Glenn Hughes. Это 1974 год, альбом Бёрн, разумеется. Эта песня повторяет структуру Highway Star, как я уже сказал, но мне она кажется более грубовой. Все остальные вот плюсы Highway Star, которые я перечислил, они здесь в наличии. Их также можно приписать и сюда. Но тут есть еще великолепный риф. Все-таки в Highway Star именно великолепного рифа мною не обнаружено. Тут же он в наличии. С другой стороны, этот риф вроде как заменяет припев Highway Star, но я в Highway Star самым сильным моментом не считаю припев, так что этот риф явно выигрывает по отношению к припеву Highway Star. То есть многие видят в этой композиции повторения Highway Star. Я же вижу не повторение, я вижу именно развитие темы Highway Star. Плюс тут лучший дуэт Ковар Дейла и Хьюза из всех, которые были в композициях Deep Purple, тех двух составов, где они участвовали. И мне нравится вот то, что здесь соло более перемешанный. Если в Highway Star все-таки есть блок Blackmore, блок Лорда, то здесь эти блоки более перемешаны, это звучит интереснее. Да, наверное, во многих вещах состава Сковар Дейла и Хьюза теряется дух Deep Purple, это начинает звучать как другая группа. Но вот сама идея освежить саун Deep Purple с помощью приглашения новых музыкантов стилистически других, вот если она в принципе и работает, то идеально она работает именно в одной отдельной композиции, в композиции Burn. Возможно, в других композициях что-то потеряли, что-то стало другим, не таким близким сердцу поклонника Deep Purple, но вот если и смогли развить и сделать еще круче, чем было во втором золотом составе Deep Purple, то это точно удалось с композицией Burn. Это был топ-10 лучших композиций Deep Purple, легенд и изобретателей по сути хард-рока. Спасибо за просмотр, оставайтесь на канале, если вам понравится, продолжим эту рубрику. В ней есть о чем поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА